МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действительно позволяет стать финансово независимым. Ты действительно получаешь возможность реализоваться, раскрыть все свои таланты и весь свой потенциал. И это все дает маркетинг. Если ваши знакомые или ваши друзья, тем паче родственники, усмехаются, да знаю я этот сетевой маркетинг, вы просто подумайте, прежде чем это все принимать близко к сердцу, вы просто посмотрите, оцените, далеко ли эти люди ушли в карьере, далеко ли они ушли в своих успехов. Много ли они вообще зарабатывают? А вообще когда-либо сделали ли они карьеру в сетевой компании? В любой. И тогда вам будет понятно, насколько можно прислушиваться, насколько близко к сердцу можно принимать их слова, их оценки. За всю мою карьеру в сетевом бизнесе я прошел период, когда мне было страшно или неудобно признаваться за то, что я сетевик. Это был тяжелый период в моей жизни, потому что мои родные, мои родители, мои друзья меня не принимали, они не понимали, зачем я этим занимаюсь, более того, меня даже осуждали. Наполеон Хилл в своей книге «Дума и богатей» сказал, что страх чужого неодобрения является основной причиной, по которой большинство людей не достигают финансового успеха. Многим людям приходит такая мысль, что уже поздно что-то менять. Многие с возрастом настолько прирастают к своему месту, настолько привыкают к своей зоне комфорта, что они боятся из нее выйти, они боятся сделать следующий шаг. И когда встает выбор между реализацией своей мечты и стабильностью под влиянием своих друзей или негативных мыслей, они выбирают второе. А спустя годы очень сильно жалеют о том, что они в свое время не сделали этот шаг. Когда вы слышите клишированные фразы про сетевой маркетинг, посмотрите на этих людей, оцените. И я вас уверяю, цена этого мнения невысока. Эти люди никогда не делали карьеру в сетевой компании или были неудачниками. Стоит ли прислушиваться к мнению этих людей? Если это люди, которые для вас авторитетны, то почему тогда они не делятся с вами секретами своего успеха? Почему они с вами делятся только негативом? Стоит ли прислушиваться к этому? Стоит ли за ними идти? Нужно ли принимать это близко к сердцу? Эти люди боятся выйти из своей зоны комфорта. Они тянут за собой всех своих родных и детей в это стабильное болото, которое не дает возможности раскрыться и реализоваться. Но это никого не приводит ни к счастью, ни к богатству. Роберт Киосаки, признанный мировой гуру, он считает сетевой маркетинг бизнесом 21 века. Более того, он его называет совершенным бизнесом 21 века. Тот же самый Дональд Трамп, который стал президентом США, он настоящий сетевик, и у него есть собственная сетевая компания. Знаменитый Уоррен Баффет, он, приобретая сетевые компании, писал, это самая умная инвестиция, которые я делал за свою жизнь. Комфорт, стабильность и порядок не приносят истинного наслаждения. Это не делает вас счастливыми. Счастливыми вас делает сам путь на достижение к своей цели. Когда вы делаете, у вас получается, у вас азарт, у вас всегда много энергии, хорошее настроение. Вот именно тот самый момент счастья, именно вот этот момент преодоления, когда ты по-настоящему получаешь энергию, и ты счастлив. КОНЕЦ